Анна Мельничонок помогает своим подопечным во всех бытовых вопросах. Рабочий день начинается еще с вечера предыдущего. Нужно обзвонить людей и сформировать перечень покупок. На ногах с восьми утра. Надо успеть в аптеку, на рынок и в магазин. Дальше адреса по списку. Сегодня их шесть. В одной руке увесистый пакет, в другой – объемный рюкзак. Так женщина навещает своих бабушек и дедушек. Проходи, моя дорогая, проходи. Добрый день, моя хорошая. Добрый день, добрый день. С праздничками вас наступившими. Мы еще не виделись в этом году. Зинаиде Игнатьевне 85. Годы, как говорится, берут свое. Ломит спину, болят ноги, тяжело ходить. Дети далеко. Одна дочь в Минске, другая в Калининграде. Иногда навещают, но в повседневной жизни пенсионерка не может обойтись без своей Анечки. Так она с нежностью называет любимого соцработника. Я хочу сказать нашему государству большое-большое-большое спасибо, что они о нас заботятся. И дают нам вот таких девочек, красавиц, умниц, которые считаются, что мы старенькие и всякие. Всякое бывает. Человек придет, а ты всякий бывает. И они ничем не брезгуют. Что не скажут, все сделают. Помогают без слов. Для Анны Мельничонок 13 ее подопечных – добрые друзья, о которых она знает практически все. Рацион, питание, необходимые лекарства и проблемы со здоровьем. Женщина выполняет все бытовые просьбы своих стариков. И посуду помоет, и пол подметет, и гордины к празднику повесит. Но самое главное – выслушает, поймет и посочувствует. Хочется и помогать. Есть такая вот потребность помогать вот таким людям. Они, честно говоря, очень благодарны. Конечно, кажутся своим характером, но в итоге они все равно очень нам благодарны, что мы есть. Они нас ждут. Перечень услуг, которые выполняют профессионалы, входит не только работа по дому. Это еще, например, помощь няни-сиделки, переводчика жестового языка. В территориальном центре соцобслуживания населения Ленинского района работают два отделения дневного пребывания. Одно для пожилых, другое для инвалидов. Действуют 10 кружков и клубов разных направлений – от компьютерной грамотности до декоративно-прикладного творчества. Ну, я сюда хожу очень давно уже, больше 10 лет. И много нарисовала, благодаря преподавателям, конечно же, потому что сама абсолютно не умела рисовать. Мне хотелось бы поблагодарить работников центра за то, что внимания столько уделяют пенсионерам, за то, что получаем мы здесь удовольствие от того, что к нам так хорошо относятся. Только в Бобруйске в прошлом году такие кружки и клубы по интересам посещал 641 человек. Их жизнь стала гораздо насыщенней. Помощью сиделки воспользовались 96 горожан. Бытовые услуги на дому получили 1083. В основном это пожилые и инвалиды. Родных детей им заменили соцработники. Все женщины. Вся наша работа нацелена на человека, чтобы максимально создать ему комфортные условия. Наша задача увидеть проблему, подсказать и максимально принять усилия, чтобы ее решить. Социальный работник – это и психолог, это и домохозяйка, и порой это самый близкий человек в жизни подопечного. В Беларуси выстроена современная гибкая система социального обслуживания, которая учитывает демографические вызовы и потребности людей. Под опекой территориальных центров более 100 тысяч человек. Для них не просто незаменимыми помощниками, но и самыми родными людьми стали соцработники. А их в республике свыше 33 тысяч. Профессионалов с чутким сердцем и душой, наполнены милосердием. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.